Раз, 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 вышел зайчик погулять и не знаю, что сказать. Короче, даже не буду монтировать это видео. Здорово, дружище! Йоу! Поставь свой княжеский лайк. У нас сегодня не пельмень, хотя он по сути пельмень, но цель данного видео у нас совершенно другая. Мы поговорим по поводу предстоящего обновления вообще. Сделаем ставочки, сделаем ставочки, что там будет. Просто just for fun, вот, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. И да, если это видео ты смотришь, когда досмотришь, вот, просто берешь, берешь и приходишь на стрим, нормально все, я там буду сидеть, с пацанами угорать, в GTA RP играть. Так что, милости просим, ждем, развлекаемся, сходим с ума, все, как мы любим. Ладненько, что у нас получается? Во-первых, как мы понимаем, многие из вас уже знают, если подписаны там на телеграм-каналы новостные, вот это вот все. То, что йоу, йоу, у нас как бы, как обычно, добавятся два новых героя. Короче, с чего все началось? В официальной группе, в официальной группе, да, это та группа, где всегда самые свежие новости. Вот прям оттуда мы все узнаем. Там, ну, сейчас вы просто, просто офигеете. Вот, там такой постик прочитал. Кастел Клэш, схватка гильдии, битва гильдии. Вот я не знаю, вот напишите в комментариях, кто-то из вас заходит в официальную группу? Вот кто-то из вас заходит в официальную группу? Смотрите, свежей информации там нету. Ну, вот реально, ну, камон. Я не знаю, может, там кто-то еще фанатится в надежде выбить какую-то халяву, что-нибудь там, короче, замутить, там свои 500 или 1000 самоцветов загробахать себе на аккаунт. Но, тем не менее, ну, там настолько скучно и тупо. Просто пипец. Даже, даже комментарии уже неинтересно читать, понимаете? Ну, вот, сегодня там вышел пост. Вот, и как бы, что удивляет, не самыми последними, да? Странно, что и на Фейсбуке раньше, да, где-нибудь там или в Инстаграме зарубежном. Молчу же про Тайвань. Вышел пост, смотрите. Подробности июльского обновления. Замка владельца, подождите. А замка владельца спешим поделиться с вами изображениями двух новых героев и обликов для них. Подожди, я вам сейчас этих двух новых героев включу. Вот. И обликов для них, которые появятся в игре уже совсем скоро. Амадамбоа и укоротительница драконов. Облик изображения 1. Аспаркер и Панк. Облик изображения 2. Помимо новых сущностей, в будущем обновлении нас ждет также различные доработки геймплея и другие изменения. Ой, господи, что они там за доработки геймплея сделают? Мне бы, конечно, хотелось бы узнать. Потому что я уже, короче, я уже сдерживаюсь, понимаете? Я уже, понимаете, мне реально, я готов признаться, что вот сейчас, вот конкретно уже сейчас наступил момент, когда меня битва замков держит только потому, что там набираются хоть какие-то просмотры и хоть какая-то копейка идет, грубо говоря, с Ютуба. Говорю, если бы не гребаный, сраный, дебиловирус, да, и не получилось бы, знаете, там, попная ситуация с работой, я бы уже, наверное, психанул бы, уже бросил бы. Ну, потому что уже, вот я смотрю, иногда с ненавистью даже уже в игру захожу, потому что, я вот, когда вот читаете посты, вот, вот, вот большой вопрос, вот большой вопрос. Вы смотрите на этих героев, да? Смотрите на этих героев и, как бы, что это, интересно, эпик? Эпики герои или нет? Если эпики, то, ну, хотя, наверное, это эпики. Да, конечно, многие из вас могут сказать в комментарии, князь, ну ты ж, когда легендарных героев водили, они были тоже на порядок сильнее, чем синие или зеленые герои, да, и ты, как бы, эхе-хе, князь, вот сейчас то же самое происходит, да мне срать, ну уже, кому, ну сколько уже можно усиливать героев, ну сколько, эпики, эпики, ёпта, я вот только на, недавно на основном аккаунте смог там себе вторую эволюцию сделать на эпик героя, а донатного эпика покупая, причем, сука, не одного, а сразу несколько, чтобы там хотя бы какая-то вторая эволюция была, да, то есть вы посмотрите, какую классную систему эти гандоны придумали, вот, и выпускание героев, да, со скинами, вот раньше для чего были скины? Раньше скины, ну, по крайней мере, я так видел, выпускались для того, чтобы, скажем так, тебе было интереснее, ну, играть, когда тебе надоел облик какого-либо твоего любимого героя, хочется немножечко разнообразия. В игре ты берешь и, грубо говоря, покупаешь скин. Что у нас происходит сейчас? Просто уже тупо, в наглую, одновременно с новым героем выпускают скин. А в чем логика скина? Герой-то там сам по себе так новый, понимаете? Нахер мне его, мне его еще первый облик не надоел, вы уже предлагаете купить второй. Ну, то есть уже дебилизм. А в официальной группе, да, я не знаю, что там делать, просто одни и те же однотипные посты, раз в экстаз какая-то новость по поводу обновления, и то в 90% случаев она выйдет, она выйдет реально последней. Вот. Смотря на новых героев, что можно сказать? Да вообще похуй. Вообще так похуй. Вот реально. Ну, да, и что? Хоть бы там примерно написали бы, что они там из себя представляют, или еще что-то. Ну, как бы вообще похер. Ну, смотришь. Единственный момент, который я прочитал в комментариях официальной группы, битвы замков, да, там был момент, типа, сейчас я вам даже зачитаю, я вам контакт включать не буду. Не понял, это что за Элджей? Да, походу, вот, посмотрите на эту левую картинку, я когда на него глянул, ёпта, 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 это же Элджей. В битве замков уже, понимаешь, уже настолько, настолько, не знаю, насколько, что и как у них там случилось, но они уже, короче, в битву замков вводят Элджей. И ты тут такой, типа, чё, да, серьёзно, вот оно, вот оно надо, вот так вот, типа, нормально, да? Ну, окей. Ну, замечательно. Ну, давайте, чё там, ещё Филиппа Киркорова видим, но, как бы, персонаж, вот, посмотрите, ну, он реально похож, ну, реально Элджей, глаза тоже белые, пустые. Ну, почему бы, как говорится, да, и не да, вот, и чё, и всё, вот, и смотрите, типа, что, что вы нам опубликовали этих героев, типа, нам очень интересно, да, какие нам новые герои там выпадут, вы бы хотя бы, знаешь, там, публиковали бы какие-нибудь, там, скрины заретушированные с изменённым геймплеем в игре, вот что-то вот такое, вот. Но нет, 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 вы нам выпускаете, сука, двух сраных новых героев, и что самое тупорылое, это, скорее всего, будут, конечно же, конечно же, это будут какие-нибудь эпические герои, ну, куда же, куда же нам без эпических героев, друзья? Ну, без этого никуда, вот, и ты смотри на эту ситуацию, думаю, куда ещё дальше, куда уже хуже, может, меня просто уже игра задолбала из-за того, что я пять лет играю, то ёб твою мать, я, понимаете, я вот уже пришёл к тому моменту, я даже не знаю, что должны разработчики выпустить, чтобы, скажем так, ну, поднять мой интерес увеличить, ну, вот пока ещё битва гильдий, хотя битва гильдий, знаешь, ну, ещё на пельмени, мне интересно проходить, на основе мне уже стало неинтересно, мне уже стало неинтересно, я в рот шатал эти, там, непонятные баги, там, с миносом, не миносом, вся прокачка, вся прокачка героев идёт просто в одно место, потому что такие герои, как Динамо, просто нахлобучивают по полной программе, и ты такой сидишь, просто обтекаешь говном, а вот, вот и современное прохождение битвы гильдий, на пельмени, на пельмени, на пельмени ещё неплохо, на пельмени ещё нормально, ещё как-то держимся, ещё куда-то крутимся, почему бы, как говорится, не да, но на остальных это прям вообще ужас, прям, 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 понимаешь, беда, беда, беда печалюшка, вот, так что, я не знаю, что думаете, что думаете, что ваше предположение, что, что же нам стоит, кстати, что там, это, ничего не получается, отдалить, приблизить, что же нам стоит ожидать от разработчиков в следующем обновлении, какие же там невероятные геймплеи будут изменены, ммм, атаку фартов поменяют, исправят какие-то ошибки, которые мы ждём исправления уже два года, я думаю, что нет, да, они же там делали невероятнейшие опросы по поводу Нарсии, да, ну, возьмут кулдауны, поменяют, о, боже, о, боже, как это интересно, окей, ну, поменяйте кулдауны, давайте ещё сделайте, да, времени нападения, чтобы весь Дальний Восток вообще отлетел, и, типа, там пацаны тоже бросили бы играть, короче, я вот сижу такой, смотрю, вот тебя, ну, как бы, уже, понимаешь, уже, уже всех задолбало, уже даже, ладно, я не буду говорить, но есть у меня тут инфа, кого тут задолбало уже, вы просто, потом, потом как-нибудь вы офигеете, да, там, в конце августа, вот, вот, вот такие вот дела, я не знаю, что делать, короче, они, блядь, просто постят эти ёбаные картинки героев, и, как будто это, знаешь, как будто это кому-то интересно, вот кому-то интересно, ну, кто-то ещё остался, вот какие же там новые герои добавятся, ну, кому-то, кому-то интересно, и как мы этих новых героев будем добывать, Вот я должен высираться, короче, и за самоцветы ролить в надежде, что мне выпадет какой-нибудь эпик-герой, а ведь дальше будет еще хуже, дальше же будет еще хуже, если они постоянно будут идти, и рано или поздно, да, то есть легендарные герои, они как бы нахер не упали, а хочешь, а хочешь получить достаточное количество новых этих героев, ну, тогда, братец, донать, конечно же, вот, тебе же повторки нужны, или бесконечно трать самоцветы, или вот покупай вот эти невероятнейшие паки, есть у нас сегодня, ну, конечно, вот, вот, вот для чего все это надо, покупайте, пацаны, и все будет у вас хорошо, понимаете, какая логика, а логика просто охуительная, на этом все, я не знаю, мне просто захотелось выговориться, жду вас, ребятушки, на стриме, буду рад вас там увидеть, всем удачи и пока.